Роман Чудакова Книги нам расскажет заместитель директора детской библиотеки имени Пушкина Татьяна Плохотник. Эта книга стала для меня открытием 2015 года. Сразу стало понятно, что она займет свое место на моей персональной книжной полке, и я буду обращаться к ней не раз. Но так и получилось, в этом году я ее снова перечитывала. Эта книга меня очень поразила своей необычностью. Во-первых, она написана прекрасным русским языком. По сути, классическим языком, который в наше время очень трудно встретить в литературе. Во-вторых, она необычна по своему построению. Здесь практически нет сюжета, и как такового нет главного героя. Он показан лишь тонкой пунктирной линией, и то возникает вопрос каждый раз, а это ли главный герой книги? Кроме того, вещь эта по-настоящему эпохальная, и в то же время очень личная и глубоко лиричная. Но, наверное, вот именно эти противоречия и приводят к тому, что книга, сам текст так держит читателя, оторваться невозможно. И очень трудно в то же время понять, а что же именно держит. Ведь обычно на это играет или сюжет, или характер главного героя. По сути, этот роман – история одной семьи, показанной на протяжении нескольких десятилетий. Семья Савиных-Стримоуховых – это ссыльно-переселенцы. Речь в книге идет от лица одного из членов этой семьи, Антона Стримоухова. Основное действие разворачивается в Чебачинске, в городе на окраине Сибири и Казахстана. Семья поселяется у деда и бабушки по материнской линии. Это очень интересная семья. Дед Леонид Львович – сын священника, сам воспитанник семинария. Очень крепкий хозяйственник и очень сильный человек. Он сильный во всем – и физически, и умственно, и духовно. Кроме того, он блестящий педагог, настоящий педагог от Бога. Он умеет учить в любой ситуации. Наверное, благодаря этому между внуком и дедом устанавливаются такие тесные, дружеские, доверительные отношения. Потому что Антону, внуку, всегда интересно с ним. Бабушка. Она из дворянского рода, воспитанница Института благородных девиц. На всю жизнь она накрепко запомнила правила дворцового этикета, дворянского этикета, правильную расстановку блюд, названия этих блюд, очень красивых и непонятных для современных людей. Вместе с тем она прекрасно, просто блестяще ведет хозяйство огромной семьи. Она обстирывает и кормит 12 человек в любой ситуации, как бы тяжело ни было, и в военные годы, и в первые послевоенные годы. Несмотря на свое происхождение, семья живет жизнью простого трудового народа. И каждый член этой семьи обладает огромным количеством умений. Это не может не восхищать. Умеет заготавливать сено, ухаживать за скотом, выращивать огород, варить патоку, мыло, делать свечи. В общем, огромное количество разных умений. И совершенно непонятно, когда они всему этому умудрились научиться, и как же получилось, что научились делать все это так хорошо. Это энциклопедия жизни целого пласта русского народа середины 20 века. Пласт интеллигенции, которая подверглась репрессиям, была вынуждена переселиться в чужие земли, но, несмотря ни на что, сохранила и интеллигентность, и веру в себя, и свои силы. Если вы устали от жизни, от непонимания людей и от неустроенности быта, читайте эту книгу. Это настоящая питательная среда для души. Когда Леонид Львович сказал мне про грех уныния, он шепотом пропел из примитивно-мажорной, с еще более примитивными словами песни Вася Соловьева. «Место горю не давай, даже если есть причина, никогда не унывай, не унывай». Александр Чудаков. Ложится мгла на старые ступени. Рекомендую. 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 Продолжение следует...